Постоянно меняющиеся погодные условия, судя по статистике, не заставили водителей ездить аккуратнее. По данным госавтоинспекторов, только на территории Нефтекамска за прошлую неделю было зафиксировано 108 превышений скоростного режима. Остальные правила у автолюбителей также не в чести. Нежелание убедиться в безопасности поворота налево привело к первому ДТП с пострадавшим в четверг. Водитель 1956 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-111-130, двигаясь по улице Промышленная со стороны улицы Дорожной на перекрестке улиц Промышленная, Индустриальная, при повороте налево, не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении и совершил столкновение с автомашиной Рено Дастерой. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины ВАЗ-111-130 получил телесные повреждения и был госпитализирован в центральную городскую больницу города Нефтекамска. Еще одно ДТП с пострадавшим было зарегистрировано в субботу в первой половине дня. На этот раз водитель Киарио не уступил дорогу девушке, которая переходила проезжую часть по Зебре. Наезд произошел напротив филиала Божгу по улице Трактовой. Пешехода госпитализировали. В воскресенье печальная статистика пришла из Краснокамского района. В двух километрах от переправы Вятка произошло ДТП с летальным исходом. 20-летний житель города Дюрфилей, управляя автомобилем «Лада Приора», не обеспечив безопасность движения, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем ВАЗ-2114 под управлением жителей Янаульского района, 55-го года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада-2114» от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла в условиях обильного мокрого снегопада. Госавтоинспекторы убедительно просят водителей быть внимательнее на дороге, поменять стиль езды в соответствии с погодными условиями и крайне аккуратно относиться к соблюдению скоростного режима, особенно на трассе. Наталья Бурова, Льшат Исламов, Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова